Проблема в том, что она была принцессой, а он простолюдином. Знаете, что такое простолюдин? Крестьяне. Он знал, что их не должны видеть вместе. Люди бы этого не простили. Поэтому влюбленные придумали такое дело. Каждый вечер после захода солнца, когда вокруг было темно, принцесса стояла на берегу острова с горящим факелом в руках. А юноша с берега плыл прямо к ней туда, к принцессе, на этот остров, на этот горящий факел. И так они, часто встречаясь, постепенно влюбились друг в друга. И в эту страшную ночь, в эту несчастную ночь разыгралась буря. Принцесса, как всегда, стояла на берегу с факелом, не подозревая, что может случиться. Юноша, как всегда, увидел свет, мерцающий в темноте. Он поплыл по бушующим волнам. Принцесса терпеливо ждала его на берегу. Но буря и ветер загасили факел принцессы. И юноша оказался один в темноте. Он не знал, где он, не знал, куда плыть ему. И он в темноте кричал и звал свою принцессу. А она не отвечала. Утром его тело прибило к берегу. Я эту притчу знаю давно, но меня всегда интересовал один вопрос. Почему он звал ее? Может быть, когда погас огонь, он испугался, что открыта тайна их любви? А может, кричал от злости? Конечно, самая тяжелая утрата, это когда что-то умирает внутри нас. Вот это самое тяжелое. Вы любите свою девушку? Но вы же проделали такой путь, чтобы повидаться с ней. Значит, у вас какие-то чувства к ней? Не все так просто. А она вас любит? Да. Всегда слушайте свое сердце. Это единственное, что вас не подведет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok